Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня я буду рассказывать о, скажем так, еще одном моем любимом оружии. Это уникальное оружие. Это, наверное, держать в руках такое оружие, это мечта очень многих военных, очень многих людей. Это винтовка Мосина. Винтовка Мосина, Мосинка или так называемая трехлинейка. То есть самая известная винтовка на территории всего постсоветского пространства, всего, ну скажем, Российской империи, Российской Федерации. Да, это самая известная винтовка. Это Мосинка. Для меня это, наверное, уникально немножко. Видите, как бы даже запаянная оружие. Легендарное оружие времен и народов, всего, что можно. Образца 1891 года, принято на вооружение в 1891 году. Калибр дальней винтовки составляет 7,62 миллиметра. Трехлинейки. Почему трехлинейка? Ну, во-первых, калибр данной винтовки, данной винтовки равен трем линиям. Основным линиям. То есть калибр находится у нас, чтобы все понимали, вот в канале ствола. Тритан три линии. Ну, это старинная мера длины. Она равна одной десятой дюйма. Ну, или 2,54 миллиметра, скажем так. Вот это и есть легендарное винтовка. Поэтому называется она трехлинейкой. На ее основе создан ряд, в принципе, охотничьего и спортивного вооружения. Именно на основе данной трехлинейки. Ну, с ее создания было как-то появление, скажем так, данной винтовки. Было выставлено на образец или на просмотр было две винтовки. Одна система наган. Вторая была винтовка 8-миллиметровая. Вторая винтовка Мосина. Ну, было отправлено на испытания в армии, то есть вооруженные силы. Вот. В итоге победила именно Мосинка. Но! Но! С учетом достоинств винтовки системы наган. То есть не обязательно. Наган создал 8-миллиметрового. Необходимо было делать под патрон 7-62. Вот. Значит, первое применение этой винтовки, первое применение данной винтовки Мосина, ну, колеблется в двух вариантах. Либо это было первое применение в 1893 году в ходе конфликта, который произошел с афганцами в районе Пальмиры. Либо в районе 1900-1901 годов подавление одного из восстаний в Китае. Ну, точных данных нет. Однако, к началу русско-японской войны 1904 года данной винтовки, данной винтовки, прошу прощения, данной винтовки, было выпущено, было выпущено на тот момент 3 миллиона 800 тысяч экземпляров, единиц, единиц данной винтовки. Ну и, соответственно, находилась на вооружении. Однако, после русско-японской войны 1904 года был выявлен ряд существенных недостатков данного вооружения. И на ваше рассмотрение в данный момент, на мое, вот скажем так, рассмотрение, представлена винтовка образца уже 1910 года с изменениями и дополнениями, которые были произведены в 1910 году. Больше как таковых изменений и дополнений в ходе, ну, не было. В Первую мировую войну было выпущено четыре с половиной миллиона экземпляров данной винтовки. Во время гражданской войны появилось две модификации. Вот, на ваше усмотрение, это пехотная винтовка образца 1910 года, то есть более длинный ствол, дальность полета пули составляет до двух километров. И образца драгунская, то есть более короткая драгунская винтовка, видите, да, образец данный. Это не образец карабина, о котором мы говорим. Эта винтовка просто более короткая и, соответственно, на вооружении она была драгунская. Вот, модификация, дальность полета до тысячи метров. Именно винтовка Мосина в советский период использовалась для обучения ворошиловских стрелков. В 1932 году на базе винтовки Мосина была разработана снайперская винтовка с оптическим прицелом различных модификаций. Я об этом расскажу чуть попозже. На слайдах представлю фотографии. Вот, которая поступила в серийное производство. Было выпущено более трех тысяч экземпляров данной винтовки и, соответственно, поступила на вооружение в советскую армию. Вот, в 1907 году был разработан карабин. Первый карабин. Модификация данной винтовки был разработан первый карабин 1907 года. В последующем данный карабин был модифицирован. Вторая серия данного карабина была выпущена в 1938 году. Ну и третья серия карабина, третий вариант, был образец, скажем, стал образоваться образца 1944 года. После 1944 года данная винтовка не модифицировалась и больше не выпускалась. Вот. Хочется сказать, что более 50 лет данная винтовка служила верой и правдой. Сейчас на многих складах она, в принципе, до сих пор еще находится. На вооружении, как таковое, ее нет в связи с тем, что, в принципе, вооруженные силы Советского Союза были перевооружены практически полностью в 50-60-е годы прошлого века. И данная винтовка была снята с вооружением. Достаточно интересные варианты. Для меня это действительно легенда. Для меня держать в руках данное оружие, как для человека военного, как для человека военного, очень прям примечательно. мне сюда вставляются патроны, чтобы было понятно. Вот оно, место для вставляния патрона, боеприпас. Вот. 7,62 патрон. Замыкается, то есть вставляется и вот таким вот образом замыкается. Для меня это легенда. Но данное вооружение не является боевым, не может быть использовано как боевое оружие. Использовалось два штыка. Первый штык был трехгранный, но на ваше усмотрение представлен четырехгранный штык к данной винтовке. Четырехгранный был запрещен в свое время. Конвенции, как оружие, которое при попадании в тело человека и при вынимании наносило очень серьезные раны, которые в последующем, в принципе, не заживали и не залечивались. Люди умирали получение различных ран. Спасибо большое за внимание. Спасибо за то, что меня смотрите. Продолжим дальше. Рассмотрение слайда. Представляю вашему вниманию тактико-технические характеристики винтовки Мосина. Можно внимательно посмотреть, почитать, посмотреть части механизма данного вида оружия. Достаточно интересно, достаточно просто. Не имеет каких-либо сложных комбинаций, конфигураций. Далее мы видим снаряжение. Штык-нож четырехгранник. Я вам его показывал. Уже мы смотрели на видео. Здесь вот винтовка в сборе перед применением. Далее посмотрим с вами боеприпасы 7-62 с патронтажем, которые использовались. Как правило, это патронтаж стандартный 904 года, 1917 года, 14 года войны. То есть, ну, в принципе, использовался это боеприпас, патрон. В принципе, все, что я хотел рассказать. Единственное, еще три варианта винтовки Мосина. Пехотная, драгунская и карабин. До новых встреч! Желаю вам еще раз смотреть мои видео. Ставьте лайки, дизлайки, оставляйте комментарии. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok